всем привет сегодня 3 декабря 10 часов утра и сейчас минус 2 градуса вот такой стопат красивый поскольку ночью было минус 5 ну даже скорее это было ранним утром минус 5 вот котеночек кошка шипит на стенде ли постоянно чтобы он к ней не приставал в общем она их в тонусе держит но у него характер такой толстый характер у него добрый ласково не расстраивается он не унывающий такой синдель хромает себе немножко почему-то окошко носится туда-сюда туда-сюда не знаю что она там носится в общем она в хорошем настроении мы сегодня спали все четвером 4 кошки и я пятером кошка спала на кровати у меня в ногах все котики детей им трое в своем панье это вот вот они мыши туда и мячики все загоняют мне потом их собирать уже столько их растерзали этих мышек вот в эту в эту сумку переноску мне не удалось кошку запихнуть в среду в прошлое чтобы ее отвезти на стерилизацию отменилась теперь я планирую на следующую неделю если получится все кошка не хотела вот потом вот он тут отражается вот вам пока не замерзнут все время тут вот он там под шкафом в общем понятно у меня лежала у них еще есть такие домики тут но все равно холодно очень я грунят ты будешь всю ночь эту ночь спать с нами и кошки-то не очень расстраивались она промекла вода везде везде заверзла я пыталась там вот поилки для кошек для у меня есть и для птиц раздолбить невозможно невозможно взлет вот это они вот мне всю ночь делали как а воняло надо убрать подачу вот я в комнату поставила я теперь в коридор тогда будет ставить надо штукан накакать за ночь все все кому не лень а и вот они вот у них домик тут я накрыла но они туда подлезают подлезают просто накрыл чтобы еще теплее было но это ночь была слишком холодно правда кот папа этих котиков он там в будке серенькой спит сидель еще любит вот здесь залезать спать ну конечно когда минусовые температуры то очень холодно но здесь вода не замерзла что интересно здесь по сравнению с тем что снаружи вот я им еды ну это они вчера кашни съели все она за заледенела видите все надо потом оттает это я им оттаивала микроволновки но это я им сегодня положила вот сейчас пойду компост выброшу и тур по огородам проведем что у нас сегодня 3 декабря сегодня ровно шесть лет как я приехала во францию жить хризантемки подморозились и бальтазар они любят играть здесь нет кошка то вон она на машине было а это сидель значит наблюдает наблюдает как листья падают он же такой игривый код и маналь феврале с бальтазаром будет год мне кажется они родились либо феврале либо в марте а это убежал черненький ангел мой так вот эти нормально беленьким так они выглядят красиво яйца так немножко грустненько выглядит до подмородины но им ничего страшного ничего страшного ничего страшного я так думаю черный черный мой младшенький подростка вон 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 играет с вести на вот развлекалочка да когда животные на воле они найдут себе сюда игры дети дети и большие и малые обожают они играть с листьями я потом соберу и это в компост либо в мешке компост да а это дурюха то че делает валяется не могу валяется и вот бальтазар крадется ну маленький черный мой волчонок ангелочек он с братьями постоянно там с ними спит во играет терзает их ошейник ему отдела привык уже к нему привык сначала он пытался колокольчик все время снять его невозможно снять сейчас лапу не поджимать свои че у него видимо ну холодно так действует что ли что он ее поджимает все время когда-то повредил нами когда холодно либо но они падали у меня опять прыгали сыночек доме ладно сейчас пойдем смотреть по-быстрому у меня уже руки так замерзли ай куку куку махихи ай махихи марушик марушик и дядя ай дядя марушик Пок-пок-пок-пок Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Она должна внутри находиться. А она не хочет долго внутри находиться. Она жалуется на эту жизнь. Взапертит. В общем, придётся как-то потерпеть. Затычки уши воткнуть. Чтобы не слышать её жалоб. Да. Так, тут у нас всё прикрылось листиками благополучно. Да, ну, вся вода вся вода замёрзла. Всё вообще. Я её острым предметом пытаюсь. Мои друзья. Синдель. Язык прилипнет. Синдель. Он воду нюхает. Замёрзшую. А Синдель. Любопытный. Что я смотрю, он тут же смотрит тоже. Вот. Да, потопы лили-лили. А, сейчас с этой стороны. Подождите. Вот я выливала на днях. Оно ещё налилось. Всё замёрзло. Вот это полное. И в бочке. В бочке полностью тоже всё замёрзло. Теперь, когда оттает... Ой. Восемь ночью в гостиной, где стоял обогреватель, там было 10-11. Вам лапа больная, а? и шуршит. Шуршит. А где маленький чёрный, я не знаю. Он не пришёл ещё. Потерялся. Вот. А в комнате было холоднее. Может быть, и 5-7. Теперь в эту ночь я, конечно, перетащу этот обогреватель поближе к комнате, чтобы он нагрел. Сейчас пусть 13 градусов в гостиной, потом, когда поднимется ещё в гостиной, чуть-чуть идём птички. Ой. А, не видно, потому что солнце. Против солнца. Да они мне тут большие птицы. Ой, хохолок. Хохолок. А ничего не видно. Они мне уронили эту штуку. Я не знаю, кто у меня уронил, но она валяется вон. Это уже налила воды туда. Налилось дождём. Надо сейчас кормить. Вот. Кто-то самого. Наверное, мне кажется, большой. Вот. И вот это вот у меня. Вот. Получилось. В общем, птички ещё это пожрать. Инжир. Фига. То есть, фига. Ну да, это инжир называется. Даже листья ещё не сбросил. Вот это посбрасывал более-менее. А это никак. Ну, после таких морозов сбросить, конечно. Этот цветок я всё хочу пересадить, но надо уже. Когда тает, когда заморозки, мы не можем ничего делать. Это они не пленутся тогда. Ой. Вон, два дурака. А где мой чёрненький? А, Марусь? М? Слава Богу, она меня простила. Нюхает, нюхает. Кормушку течу. Просила за то, что я с ней так поступила. Нехорошо. А это моя картошка. Всё. Привет ей. Привет тебе, да, картошка? Привет. Привет. Синделька. Ай, Синдель, что с лапой-то у тебя? Вот та вот правая ночью. Слушайте, представляете? спаржа там вылезла. Ой, чулок. Спаржа мороженая. А вот морковка. Ну, есть нипочём. Там была отля, я её не трогала. но теперь-то можно уже. Ну, и чесночок тут посходил. Это вот те цветочки, которые я носила. В общем, охота. Вот, вот. свекла. Ну, ей тоже ничего, она хорошо хранится в таких условиях. Ей ничего не будет. Так. Шалфей мускатный. Тоже мальчик. Яблоня не сбросила листья. Вот у неё такое тут. Я её хочу, наверное, пересадить от себя в другое место. Это-то пусть. Это такая большая. Вот это, правда, тоже рядом с ней. Тоже, наверное, надо пересадить. Это очень близко. Главное найти место. Сейчас пойду смотреть, куда чёрный делся. Он с бальтазаром остался, наверное. Вот споржа. Вот свекла. Бархатцы. Всё. убирать. Ассенбель там играет. Так, что я хотела дальше? Это у меня. О, кстати, получилось даже. Вон это капуста. Эти нехорошо получилось. листики нахерист. А это вот кальбарбин. И вот рядом деревца. Я её гладю. Удивительно. Первое время она вообще, как только я гладить хотела, она от меня уходила. Но потом забыла. Я думаю, простила, забыла, не знаю. Вообще я её чуть не удушила, когда пыталась за ошейник схватила её и пыталась затащить в эту сумку. Она упиралась, потому что там же на столе плед, и ей было очень удачно лапами этими задними вцепиться в этот плед. Этими когтями. И никак. А сумка ещё она гибкая же. И ей удалось из неё вырваться. а я же большая она меня царапает. Эт дурачок лёд пробует. Ой, какой он любопытный. Но он такой красивый кот, но он свои лапы сует везде. Сует лапы, нос, а потом попадает во всякие неприятности. вон она всё, шевелится, всё интересно. Да ему вообще всё интересно. Но мамашка любопытная это просто что-то. Я на этом любопытстве как раз хочу сыграть, чтобы её поймать в следующий раз. Вслед вечером буду пытаться. Ну да, тогда ещё стемнело. Они просто мне назначают на 18-15, а у нас же уже в 17 часов начинает темнеть. И потом очень вообще ничего не видно. В общем, ладно. Двенезев, ну ему ничё нипочём. Он просто остановится и всё. А потом весной. Лук у меня батун. А, это парей, ведь это парей. А у батун он, мне кажется, он зимует и не производит, хотя его можно, кстати, снять вот так, подрезать. И он постоянно многолетний. Потом он будет ползти, расти. В общем, свиндель, он больше мамы. Хотя ему даже года нету. Такой кот красивый просто. Ну, мама простенькая, но очень симпатичная мама. очень симпатичная. А вот котики ее вообще и такие хорошие отзывы. Ой, просто обалдеть. От всех котят так меня благодарят. Вообще забавно, да? Ой, прям у меня четыре новых хороших знакомых, ну, семьи хороших семей появилось благодаря этим четырех котятам, которых я дала пятого нянтала. Я ей оставила и братьям, потому что они так любят, но им нужно же это сюсюкать кого-то играть. Вот фейхуа. От нее я хочу попробовать отрезать веточки и в землю вставить, чтобы корни дали, чтобы моей жене брата мужа отдать. Она хочет тоже фейхуа. Когда-нибудь свесеной где-то через пять будут где-то отвезти куда-нибудь после посадки. Вот томатик попал. Да, томатики все. Я некоторые сделала, определенные некоторые нет. Баклажан тоже с перцем ну ничего страшного. А это у меня орех. Орех, да, осыпался. И вон тут орех тоже. Орех хорошо осыпается. Почему вот некоторые деревья яблоня нифига не осыпался. Все такое с ним. Должна же осыпаться. Вон ту ветку надо у нее тоже бы отрезать от нее. Пересадить ее в землю. может код не даст потому что очень низко две ветки. Надо же формировать стволы. Чтобы я ходить могла нормально не стукаясь об ветки. Так. Космос я буду убирать сегодня хочу еще елочку нарядить на кухню поставить чтобы из окна видно было красиво калин цветы я так и не присадила но это я потом нельзя пересаживать когда заморозки надо сказать когда оцепель будет розочка немножечко такая она покоцанная и этот листья тоже до конца не сбросила клемат и форзиция не сбросила листья а киви я на месте беру и сбросила крапива серво крапивная у меня аспарагус то есть спадра что у нас потом да сейчас так красиво листья падают а мой красавчик этот эвкалипт я его тоже так немножечко уже подформировала а кормушку для пиццы надо менять это я его туда вешала и эвкалипт надо менять но на это дерево нельзя кошки постоянно отсюда прыгают я не на ряду никак куда повесить слушайте это у меня вот пиццон был это баклажан был помидор мороженый вот это в мешке он так хорошо туда носил я столько сняла помидоров красных здесь морозник вот и вот все ни по чем ой и тут мои шланги их не перетащила но они вообще плотно они у меня так и остались он шланг один ой нельзя ходить понимать вот три морозника у меня груш тоже не до конца листья сбросила вообще болит надо его в гараж что ли перетащить этот шланг сарачками так места вообще не хватает всего так виноград нормально сбросил все укроп в мешке свел укроп он выдерживает выдерживает такие заморозки даже ну в мешке там теплей а в открытом грунте ну тоже ничего а это у меня это же гибрид черно-смородина я крыжовник забыла как называется ой какой круп пахнет ароматно вообще обалдеть вот видите как замерз и о можно кстати его солнце греет пусть стоит на солнце греется потом переверну малина листья тоже на пузне это ремонтант а здесь артишочки они не выглядят очень замороженными самое интересное под деревом да я хотела сейчас показать просто вот тут на открытых листах видно что все замерз с инием и солнце сейчас будет разрывать и оттаивает а там уже было все без иния вот здесь потому что деревья они нагревают и защищают от заморозка от этого ветра видимо не знаю тут вот нет иния вообще утром я заметила это забавно в низине да а это повыше все так это у меня брусинька ну ягодки были малюсенькие я их не трогала они отмали а это у меня ой это я не заметила это же у меня черника я на нее да чернику у меня потом чайное дерево он бутон и у него так они в бутонах и остались я не знаю когда-нибудь вести будет ох синдель там побежал синдель когда-нибудь совсем будет я не знаю пола черника еще не опала два листика другая черника опала Маруська а Марусик а Марусь а Марусь а Марусь Марусь я по-ранцузски я ее когда записывала на это к ветеринару она сказала кличку кошки назовите Маруся Марусь я я говорю да ну они по-другому снимают произносить Марусь я вот красивый и занес конец он играет с листьями смешной да листья платы от сирени а он с ними играет вот сейчас кошачьи Марусь изучает все а куда черный делся ангел вот морозник а здесь у меня жимлость а он там жимлость это у меня азария будут ранней весной цвести это маленькие такие цикламены да ну и потом я хотела присадить папоротники вот эти два такие поджары квелые были но это потом уже да Марусь бальтазар а вот а вот а вот и птенуар а вот и птенуар а вот и птенуар у и птенуар крючки Да, из-за солнца плохо видно, в общем розмарин будет цвести. В зиме цветет для пчелок, для каких-то насекомых это хорошо, но кто будет работать зимой, когда оттепель пройдет, наступит, то есть вот он с руками-то играть любит, нехорошая привычка. И, к сожалению, если я ее отловлю вечером, то она будет спать в ветеринарке, потому что она же должна быть голодной в воскресенье, ой, в воскресенье, четверг. Да, и муж у меня еще и работает, уже все, каникулы закончились, то есть не получится ее утром на четверг отвезти, надо отвезти накануне и нет там. Она будет спать там, и кошки будут спать одни. Без мамы. А потом я их приглашу в дом, будут спать с ней, если они, конечно, не будут ее терзать, чтобы это спасти. Она должна пластиковый носить ободок этот, некрасивый, неудобный, и попону. Вот они туда уходят, там дырка какая-то есть. Она пошла гулять. Да, ее нельзя выпускать на болю. Двенадцать с ней, говорят. Вон, вон она там. Оп-оп. Где-то там дырка. Двенадцать с ней надо выдержать. Ну, хоть кошек можно запустить с ней, общаться. В общем, я не знаю, как мы это выдержим, но это надо сделать либо сейчас, потом я не смогу в декабре уже. Позже коллега в отпуск уедет на две недели. И только в январе, если. А в феврале уже течка у нее может начаться. Вот что беда. Хотя, говорят, вон кот полез, этот бальтазар. На дырку побольше может сделать, а то они же огромные у меня стали. Он ушел, ушел к соседям. Синдель, мне кажется, тоже ушел. А Марыська осталась. Ну, она больше, конечно, с маленьким. Либо она оставляет братьев с маленьким, либо ему говорит, чтобы он на террасе сидел, чтобы он не шлялся. Аж, говорит, я бросила лакомство кошачье. И он нашел его. И идет. Еще один где-то я тут бросила. В кармане было. Они любят эти хрустики там внутри, что-то такое, что им нравится. Это не сухой корм, а это такие подушки. С разной начинкой он берет ее. ... Пантера Самый был маленький А теперь такой толстячок вырос Три с половиной месяца Подрос так Хвост какой стал толстый Иди-иди А был какой-то мизерный Самый маленький был Ты забыл? Ты забыл каким ты был? Да, вот тут еще дырки Гриб какой этот паразит Вырос Что такое? Синдель 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 Лулу У меня есть чатан, он хочет... У меня чатан, который находится в вас, и вашего ребенка хочет его поднимать. Нет, он не поднимает его. Потому что эти чатанки, которые не нужны для меня, я их adoptаю. Это у него есть чатанки. Лу-лу-лу. Кс-кс-кс-кс-кс. Лу-лу. Лу-лу, вверх. Лу-лу. 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 А, Лу-лу, вверх. Лу-лу. Кс-кс-кс. Лу-лу-лу. Тьфу-лочку. А, Лу-лу. Гейте. Лу-лу, вверх. Лу-лу. вот они страдают от своего любопытства собака его уже нашла надо было убежать обратно как синдель кошка-то ушла его сторожить она может атаковать собаку потому что защищать но котенок он очень настырный руки уже кочемели он убивает это дерево к сожалению пока ничего они его хотели уже брат прижал срубить но посмотрел хотя внутри его конечно уже так и зелье эти вот осы такие шершни они его едят прямо смотрела на все-таки не выйдет штану упадет пока не будут срубать вообще конечно нужно потому что она может поломать все и упасть на гаунте он этот черный настырный хулиган халю любя я люлю-люлю-люлю-люлю-люлю а это у них забор там но он не до конца потому что тут живая искать собачка может пройти и кошки ходят туда-сюда к соседям ну собачку он сказал что нет он не тронет вашу кошку он естественно их ищет ну не агрессивный а этот черный котенок ему нравится рисковать ладно оставим его в покое я вспомнила что я не показала мои цикламены и это гладиолусы посолите да вот это вот дерево тоже это какой-то абрикос что ли надо пересаживать его в общем я не показала роза бедная не фокусируется кошка вернулась она все время за мной следует никак не могу сфотографировать кошка вернулась а этот черный остался там там и лусь твои сыновья сложно с ними да машина уже оттаяла мне кажется пока я с вами тут ходила до осталось только вот с сейчас пойду это еды оставлю кошкам этим кто придет вон кошка за мной бежит вот цикламены разные они чем-то отличаются есть замерзшие конечно а вот цветочек цикламена вылет висок листочки а есть и цветочек цветочек марусь это вот никак не разбивается и вот здесь я пыталась стучать металлическим предметом никак а это не цикламены а крокусы которые съедобные у них эти съедобные тычинки вот я их тут понастыкала они у меня все взошли но куда-нибудь свистим я не знаю а тут у меня у меня петрушка как степлички я ее это это не петрушка я их от улиток прятала и в итоге вот они у меня так и остались но и это уже это безнадёга можно конечно посадить вот но он в цвет пойдет он уже не будет в полносе скорее всего тоже его съедали съедали георгена я вроде все выкопала выкопала а какая у меня корейская сосна большая выросла хорошо муж не знает он не хочет чтоб что-то росло с крепкими корнями около вот этой стенки . на стенка она к дому прилетана в общем и вот я потом пересаживаю будут только не знаю куда вот корни плоды тут у меня такие же диски вот это было такого кем-то к не было такого на меня конечно деревянный несъедобно это вот кальдраби по моему а может это было бретонская капуста вся она в тле так и замерзла в общем не светит наверно ладно все на этом я закончу зимний сад начале декабря все равно красиво всем пока оля для тебя снег видишь у нас пурга зима настоящая садачи к шарел в все у и Продолжение следует... 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 но она их стоит конечно эти подростки иди-иди сейчас я вам дам подушечку сейчас подушку вторую ой один братут я им положила но два брата акробата давление воткнуть все до сегодня 3 декабря завтра на работу уже потепление будет и надо это готовится к вождению надо будет отдохнуть у меня во вторник утром рано у меня не рано здесь вождение все пока-пока все пока-пока все пока-пока Продолжение следует...